Это опасно, но если вы приближаете с земли, здесь сотни, но зато есть крутые ударные фанты, большие градиенты давления, что крайне неприятно. Это проектированные самолеты ближайшего возраста. Одним словом, здесь нужно учесть марш факторов, состояние атмосферы, рельеф местности, действие на живое организм, биологический воздух. И всем этим могут заняться только люди, которые исходят из первых принципов, чтобы знали до слова, не пропустить. Вот какой сильный шум может быть, Вера? Из тех шумов, которые генерирует наша техника, вы видите, наверное, один из самых сильных шумов – это пристарки больших ракет, типа Сатурна-5 или Шатва. Они возбуждают шум на уровне 170 децепелл, но ближе неудовольствия, где растет 10 метров от двигателя. Конечно, очень высокий и страшно опасный уровень. Но что интересно еще, что здесь, в этом шуме, возникают ударные волны, они возникают по расстоянию менее метров, с очень крутыми фронтами. И при распространении волны сохраняется вплоть до десятка километров. Это термин такой, американский край-минсам. Когда вы стоите, скажем, вот, скажем, вот, особенно вот старые собреты, потому что у вас тут стучки. Когда летают, вы стоите, скажем, сбоку, сзади аэровокзал, он сильно шумит, при старте разгоняется и взлетает. Когда он достаточно ударяется, вы слышите, не слышите, что вы слышите аэрные удары по ушам. Это вот воздействие этих ударных волнов. Тоже имам приятно. Значит, когда волны сильные, они становятся нелинейными. Я хочу два слова сказать про здесь, почему кто нелинейный? Ну, многие из вас знают, но я напомню. Вот здесь нарисован обычный маленький. Точное уравнение колебаний в любых углах. Допустим, вот, вот это, довольно-таки очень вывести. Здесь фи стоит углового отклонения, здесь синус фи. Так вот, это не линейный уравнение. Если бы и здесь фи был, и здесь был, это угловый линейный, да? Значит, когда линейные колебания? Когда вы можете синус или жон заменить его аргументом? Тогда получается обычное уравнение гармонического транслятора и решение в виде гармоничных колебаний. Если бы через следующее членное разложение гармонического исполнения, что надо делать, например, в угловом больше 10 градусов, то у вас, получается, нелинейное уравнение, слабо нелинейное, вы видите, появляется наряду с первой гармоникой, еще и третьей. Вот. А когда колебание сильно нелинейное, здесь форма сильно искажена, это вот для, значит, скорости, нормально, так? Вот это вот скорость колебания. Ну и как это выглядит? Вот. Если у маяц предполняется верхнюю точку, он очень долго здесь находится, потом медленно скатывается, быстро проходит положение на весе, и, так, бесконечно долго наверх. Поэтому, если при малых, например, колебания, у вас колебания из охрома, то есть природа с амплитудой период не изменяется, то при больших амплитудах период сильно растет. Это типичный нелинейный ветер. Вот для волна, оказывается, такие вещи, значит, очень важны. Вот для волна, аналог того, о чем я говорю. Это вот линейная волна, в рисованном, видите, это синус. Если волна сильная, то по мере того, как она бежит, она изменяет свою форму. Вы видели эту штуку, вот, для морских волна поверхностей, вблизи берега. По мере того, как они приближаются. Ну, Трухин говорил о салитоне, цунами как салитон. Но цунами как салитон вдали от берега. А когда он приближается к берегу, он как-то тормозится, его ширина, которая, мол, высокий километр уменьшается, ну, и сотен метров, километр. Зато амплитуда растет, энергия просто концентрируется. И здесь вот такое поведение четко выражено. Значит, вот это временная картина. Но здесь очень важно вам сопоставить ее со спектральной картины. Вот эта вот нелинейная волна, можно ей поставить, сопоставить белый свет. Белый свет. Он состоит из гармонии, то есть цветов. Из красного, зеленого, фиолетового цвета. То есть, что получается в результате нелинейного взаимодействия? Белый свет. Извините, какой-то определенный свет он генерирует белый свет, который, то есть рождается в новые частоты. Это вот свойство нелинейной силы, рождается в новых частот, и он в чистом виде реализуется в нелинейной оптике. Ну вот, со содержания разных частот в спектре нелинейной волны, в спектре любой волны, вы знаете, из классического окна, разложения первого светового вида. Но вот простейший нелинейный эффект – это генерация второй гармоники нелинейной оптики. Вы можете взять специальным образом настроенный генериал, и если у вас платья не очень достаточно интенсивная, вы можете организовать следующее. Красный луч свет, это проявляющийся генериал, превращается в генериал. Это генериал. Так вот, есть у вас контральное преобразование генерины, и очень важно это предложение для нам. Вот пример семи-стороженых генериалов. Вот это вот волна, которая генерируется электричным разрядом литтатрибции, приборных разрушений пушки и камни. Я бы тут сказал. Вот преодическая волна. Вот она имеет крутой передний фронт, вот, и половую часть. Она содержит много гармонии, много разных цветов. Что интересно, я хотел бы некоторые числа привести. Вот с такой сильной линейной волны, если мы, скажем, в волне вас упадем, то здесь смещение частиц, для интенсивности, порядка киловатт на квадратный сантиметр. Вот интенсивность. Смещение частиц поли-волны всего полнекрови. А ускорение 2 миллиарда джек. Скорее всего можно уходить. Вы видите, что возникает при небольших смещениях, при небольших колебальных станциях колоссальный перегруз. Если у вас та область, где лежит волна, хоть чуть-чуть дифференцированного плавности, то возникает огромная инновационная стена. Это не очень хорошая и ответственная вещь, особенно в медицинских приложениях. Всегда говорят, что развуковая медицина безопасна. Не совсем так. Потому что обращают внимание только на тепловые. Вот они могут. А вот перегрузки, они колоссальные. Ну, представьте себе, летчик-косминалт выдерживает, в лучшем случае, 10-10 миллиардов. Вот пример. Может ли такая волна разрушить клетку или повредить клетку тканей? Да, может. Продерженность фронта, как вы видите, она меньше, чем в размере клетки. Кроме того, неформации велики. Кроме того, вот разруб у вас идет с частотой миллиона колебаний в секунду. То есть, миллион раз в секунду это ударная волна на 10 секунды. Здесь и усталость, могут быть разрушения. Кроме того, могут, что на нем будет кавитация. Кавитация, что это такое? Это образование пузырьков в фазе раздвижения. Склопываясь пузырек возбуждает очень сильно. Волну вплоть до того, что, ну, достоверно известно, что, ну, десятки тысяч градусов. Склопываясь пузыревые и тысячи атмосфер. Но в 2002 году вот в этой аудитории был доклад Не Матурин, академика, директора института кинологии, в котором Месси Американский пытался утверждать, что наблюдается ядерная реакция. Детеррированную жидкость возбуждали кавитацию и утверждают, что пузырьки возникают миллионы градусов. Но это не подтвердилось, но тем не менее, вы видите, это вопрос открыт до сих пор. Открыт, сколько там внутри, ничего, это не может быть там. Здесь, вероятно, все-таки есть некие ограничения, при словах пузырька, плотность энергии. Не можно ли столицы. Но еще Академий Забабахи, генеральный конструктор в нашем торговле этого оружия, вел термин неограниченной аккумуляции. И он же, значит, утверждал, что, по-видимому, интенсивно, он понимает, что там должен быть, даже в конечной температуре, что ли, но указать причину он не может. Это не может сделать никто до сих пор, по-видимому. Вот я хотел сказать о очень важном применении акустики в медицине. Кроме тех зажиговых диагностических приборов, которые вы знаете, есть у нас другие применения. Вот это тоже, по-видимому, первый прибор, использующий сильный волн, то есть нелинейный волн. Это разрушение бесконтактных почечных камней с помощью акустической ударной воды. Плацент лежит в ванной или, чаще, к нему прикладывают согласующий экисельфон, в мешочке, словно говоря, с жидкостью для согласования, чтобы вон она проходила вовнутрь. Наводят и разрушают, то есть несколько сотен выстрелов, разрушают, превращают, то есть фрагментированный камень, заражен здесь. Это механическое воздействие, связанное с воздействием ингредиентов давления. Это вот тепловое воздействие, ультразум может проникнуть, ну, может экстракорпорально снаружи тела, сфокусировать ультразум внутрь и вызвать лакальное повреждение с помощью нагрева. Это используется в гипертермии ультразумов для лечения ракового заболевания. Это вот в игре символо сфокусировано, ультразум был сфокусирован на почву, и вот повреждение вызвано ультразумом. Это вот очень важный прибор для привлечения гипертерминического уголя к простатке. Причем вот на этом примере можно указать несколько преимуществ ультразумового прибора по отношению к другим. Во-первых, он может соединить в себя те функции и диагностическую, и терапевтическую. Кроме того, приборы сфокусированы очень тёжи. Вот видите, на решетке есть задача на специально-валированном приборе. В диагностическом режиме он может быть самым сигналом, или вообще измерять напряжение в статике. Затем вы можете на щелухов, когда вы видите контуры, может отключить очень сильную звуку и глыше, за счет повышения температуры. Вот так выглядит это самое излучательное. Еще очень важная вещь, которой занимаются наши сотрудники, вместе с американской лабораторией, это относится к медицинской катастрофе. Существенный процент гибели людей после аварии, на поле крови, кстати говоря, происходит из-за внутреннего кровотечения. Необходимо человека срочно доставить. Это иногда не получается, и надо что-то сделать на месте. Так вот, возможно сделать этот прибор. Значит, вы можете квартативным этазуковым прибором определить локализацию внутреннего кровотечения, затем перейти в режим мощной конструкции, теплой мощности, заварить лопнущик сосудов. Значит, кроме вот этого теплового воздействия за счет глигентного давления, есть какие-то несовредненные явления, которые будут очень сильны. Вы видите, здесь вот на забор фонтан. Высота порядка 10-15 см, который элементарно получается в любую лабораторию, через точечки мощного дозука. Может быть более знакома система, которая используется для увлажнения воздуха в помещении, когда воздух вызывает образование мелких капиталов. Дело в том, что эти оба явления связываются с воздуховым давлением. Вы сейчас как-то выйдете из этого, и не газатируете. Значит, вы слышали наверняка про давление света. Вот здесь у нас две остатки. Где-то одна из них. Это Лебедев, который эксплуатально дал давление света. Ну а кто знает, что Лебедев делал дипломную работу, в Германии фонтан, который занимался реализованием давления звука. А в том, что вы думаете. И под влиянием работ фонтан, под влиянием работ фонтан, я понял, что это давление вороной это общее свойство. И, значит, взял довольно-таки эксперимент. Давление звука в 100 тысяч раз сильнее, чем давление света равное 10. Это очень сильное звука. Вот видите, предключение источников дозора в воде. Возникает такая сильная струя скользования литров конкретного воздуха. Это очень сильное звука. на самом деле. Спасибо. Вот. Значит, я продолжу. И вот это вот традиционное давление, сильное давление, оно используется во многих медицинских приложениях. Я о некоторых скажу. Это тоже во многом должно быть интересно на бытовом уровне частности. Вот здесь показан некий способ диагностики, который я хотел рассказать, он звучит немножко неожиданно. Вы знаете, что самый простой первый метод, который используют врачи, это пальпирование. То есть они пальцы в щуку вверх. Так вот, вызывает всегда некое опасение, когда хирург круг ощупывая мягкую ткань, обнаруживает некий узелок, или, как они говорят, уплотнение. Ну, как здесь нарисовано. У меня некое уплотнение, которое можно обнаружить, ощупывая ее снаружи. Но, значит, если задуматься, что значит уплотнение? Не крупность, а больше плотность. Это совершенно неправильно. Дело в том, что плотность для того, чтобы щупать, она такая же плотность здоровой ткани. А что же вы чувствуете? Так я вот специально нарисовал здесь медузу. Если, допустим, вы находитесь в теплом море, там медуза плавает практически без движения, да? Между поверхностью и ряду. То есть, по закону 1 метр, ее плотность такая же, по плотности воды. Вот. Но вы, закрыв глаза, и потом можете понять, что от этого до этого минуты. А что вы хотите? Между поверхностью. Здесь дело в том, что различие с двиговым модулем круглости. Медуза – это холодец, который может вот так вот колебаться, в том числе с двиговым колебанием. А вот один же. То же самое и здесь, когда вы ощерпываете мягкую тканью, когда уже идете оппали, вот свойство с двиговым круглостью в этой области, она может быть в десять, сто, в тысячу раз больше, чем у здоровой тканью. В то время как в других параметрах – плотность, скорость срока, другие, то есть, другая вещь – это частные инструкции. Это колоссальный чуждитный метр. И вот он, как бы, из-за наших плевынчиков, он сработал очень плохо. Сейчас есть соответствующий режим, используемый на дороге. Да, а как он используется? Вот есть нарисовка. Падает грозвуховая волна на нужную область, она магнированная и вызывает сдвиговую волну, бегущую от оси. Высокочастотный грозвух возбуждает высокочастотную сдвиговую волну, которая является детектором, который свидетельствует о том, что есть вот такая вот область с большой сдвиговой областью. Вот эксперимент на фондоне биоткани. Это, видите, бежит фронт сдвиговой волны подбороны Синьки. Вот мы берем некую неоднородность, которая отличается от сдвигового волны. Вот что ты видишь? Эта же вещь недавно была использована для диагностики состояния мышц, в спортсменах в частности. Вот здесь показано саркомер. Мышечное волокно состоит примерно с десяти тысяч саркомеров. И вот каждый саркомер сокращается вот таким образом. За счет того, что есть так называемые миозиновые мостики, они расположены на толстых нитях, которые здесь нарисованы. Дело в том, что когда эти нити, они при напряжении мышц создают дополнительную упругость и дополнительное время. И тем самым, то есть, вот здесь показаны, значит, некие из кинофильмов вещи. Вроде бы каратисты напрягают тело, скому человеку говорят, правда. Значит, вязкость растет очень сильно. То есть, это, значит, свойство защищать скелет от травм, оно, видимо, вырубилось от живых существ в процессе эволюции, когда они вышли из океана на сушу. Вот. Надо было добывать пищу, заниматься деменом, пышками, охотой, видовыми инкурентствами, видовыми инкурентствами. И, значит, адаптировали живых существ. Вы знаете, в фильмах показывают, скажем, дельфин атакует акулу, пьет их головой, а акул, оказывается, был шоком. Потому что она была мышц круги. Это мышцы только скелетов и капитающих. Так где здесь акустика? Вот эти вязкость и стрелевую упругость были измерены в простых пружних экспериментах. Человеку нагружали бицепс вот так же, как здесь нарисовано, и прогоняли звук и стрелевые волны вот через мышцы. И показали, что действительно очень сильная зависимость, значит, зависит от напряжения мышцы, от функционального состояния. То есть, бонус функционального состояния спортсмену, скажем так, и его уже тоже храбрит. Это же радиационное давление, коллегающиеся, можно использовать для диагностических костей. Вы можете разбудить модулированным разрубком по омот костей, по скорости распространения, по мотору составу, с удовлетворением наличия кальция, нарушением суставов, почему-то тоже довольно важно в современном направлении. Я кое-что прочитаю. Вот одна из самых удивительных вещей. Я вначале говорил вам о свойствах валидного пузыря, что он имеет колоссальный контраст. Уже давно существует, за границей, как раз, контраста нет. Я уже нахожу. Ну ладно. Я могу в любом месте исправить? Пузырёчка, микроскопический размер, 4-10 микрон, впрыскивается в сосуд и распространяется в сосуд. К сожалению, в России не запрещено на рамках эксплуатации. У тех, кто в кардиологической двойной, обычно делают лентгеновское исследование ангиографию. Да, ангиография. Лентгеновские установки очень дорогие, их стараются меньше использовать для запрещения, для медицинополученные исследования, чтобы время и дозу было. А это совершенно безопасно, но у нас это не используют. Тем не менее, очень интересная основащая точка зрения. Вот эти пузырёчки, если вы их вовите вот так вот в сосудные мысли, они вместо того сосуды. Они мало того, что они отрастут, они еще сильно не линейны. То есть, если вы облачаете красным целеном, то от пузырка отражается зеленый цвет. Ну, я говорю о часов, потому что здесь не свет, а звук. Вот. Поэтому здесь никаких помех. Дело в том, что все неоднородности, скажем, альтеросклеротические пляжки, сушение сосудных макаций, они отражают звук той же частоты, только пузырёк отражает другой. Поэтому, вы, следя за отдельным пузыриком или за группу пузырка, можете визуализировать кровеноское русло, можете обнаружить стеноз сосудов и так далее. Но, к сожалению, это все у нас не используется. Если о гусейшке микроскопы, не буду я говорить, я очень быстро покажу слайд, тогда не буду комментировать. Чего-то здесь тянуть. А вот. Ну, одним словом, можно обнаружить крупные дефекты промышленных изделий. Есть так называемая наномедицина, когда вы, да, извините, целевая доставка лекарств, когда вы используете очень мелкие частицы или пузырки воздуха, прикрепляющиеся к лекарствам, микрозвуков сопровождая движение этого лекарства в нужный орган, тогда они могут либо накапливаться, скажем, вот эта опуха, она полистая, вот раковая, поэтому здесь лучше накапливаться. Можете просто организовать с воздействием мощным лекарствам и заставить пузырем сколкнуться. И сделать микроукол в нужное место. Прошли такие современные вещи, но, опять же, они, к сожалению, пока еще не будут начинать использоваться. Кино не идет, да? У меня здесь несколько таких первых интересных. Не идет, да? Ну, ладно. Ну, одним словом, вот, на наш взгляд, значит, ракульская медицина это одно из наиболее таких важных и финансированных направлений. И, значит, для этих большое будущее. Медицинская медицина начали развиваться у нас в 50-е годах. Вот. Когда были первые эксперименты по воздействию мощного дозвола на раковую раку, приобретали патеритные вещи, в частности, стимуляция ремонового алкоголя и самоизвлечение организма на уровне существования метастазов. То есть, матерейского предназначения это Буров и Блохим, который был директор организма Буров, это архитектор. Да, на лаборатории было создано личное распоряжение Сталина, в соответствии существовало 557 годы удивительные вещи. Там процент излечения от рака на стадии рамонового алкоголя осталось 7 человек из 12-ти вылечить. Вылечить считается 1-10-тыщиной процесс самоизвлечения. Существенность превышает. Но, к сожалению, эти исследования тоже были загроблены и сейчас у нас не продолжается это вот пример Леонару Гластову. Это криминальная стадия, потому что когда вот такая рука, уже есть не то сказать. Ну, я, наверное, нанотехнология все члены об этом говорить не буду. Занимались очень известными выгодами. Это даже Геннус Нобелевский вновь. Это Термен первый Вескан 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 Никитина Вескан Никитина Никитина Альбер Вескан Вескан Олег Владимирович. Олег, все у нас заканчивали и наши вопросы. Пожалуйста, вопросы. Олег, вы сказали о том, что ультразвук имеет не только позитивное влияние человека, но и негатив. Вот известно, что ультразвук, инфразвук используют как психотронное орудие, когда человек себя ведет неадекватно. Есть ли такие исследования о том, что инфразвук может влиять также позитивно на одного человека? Вы знаете, воздействие любого организма, малых досок, как вы знаете, может быть полезного, больших досок, правда, это первый. Но если говорить об инфразвуке, то биологические механизмы вредного влияния инфразвука, как следует, это неизвучно, или, по крайней мере, в открытой печати, не было. Известно действительно вредным, но, знаете, я могу долго над тему говорить, но ответ простой такой, что позитивное воздействие я не знаю. Такие сообщения, негативные, сколько угодно, но не очень интеграют. Пожалуйста, на вопрос. Пожалуйста. Естественно, сейчас проблема юристовского кратера в США. Вы ли ультразвуковой отследовали? Значит, что касается геофизики. Ультразвук не распространяется породом. В песке он может распространяться на несколько метров. В скальных породах, там, чем ниже звук, геофизики используют очень низкие частоты. Очень низкие частоты. Это низкий прозвук. Очень низкий прозвук. Вот, и я знаю, например, те работы, которые проводились у нас, нашими геофизиками, о них могу сказать. Вот. Но про его все уже рассказывают. Значит, у нас есть несколько полигонов. Это быстро в Новосибирском, в горячем ключе в области Краснодара, где он такие вещи использует. Есть там мощные вибраторы, многотонные, которые изучают низкочастотные сигналы. Пытаются... Ну, значит, здесь возникает проблема с конкретностью. Чтобы передать информацию, получить хороший сигнал, вам нужен конкретный, то есть гладенький, во время и пространственный сигнал, чтобы вынуть из него информацию. Понятно, да? Вот. А Земля, в общем, такой объект сильно тренадородный. И очень часто, значит, то, что вы принимаете, несет информацию не о источнике, как раз и распространении, а о самом ближнем окружении вашего источника. То есть в сельстве, в акустике Земли это большая проблема. Очень хороший регионный сигнал. Сейчас над этим люди думают и не хочет что-то сделать. Вопросов? Вот что касается американских объектов, я не знаю. Вопросов? А, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, если можно, если это сейчас не составляет все военные тайны, каким образом элитаторы сейчас создают оболочку вокруг быстро-движущих тормяков? Я, конечно, конструкцию нарисовать не смогу, но смысл очень простой. Это быстро-движущий стандартный объект, он движется не в воде. Вы знаете, что сопротивление здесь нелинейной зависит от скорости. Это колоссальная. Так вот, люди умные придумали сделать так, чтобы объекты двигались в пузырье. Это пузырь. И основная проблема – сделать ему с помощью. Вот я считаю, что в такой простой области физики или науки, я не знаю, как механика, было два выдающихся достижения, которые вполне сравнимы с тем, что делается в космических программах. И вот это вот ракеты, которые движутся со скоростью самолета под лотой, не испытывая по существованию большого самолета. Уважаемые коллеги, я думаю, что есть возможность Олегу Владимировичу за докладку. Олег Владимирович, вы на сайте представляете, да? Что вы представляете? Докладку вы на сайте на сайте. Многие вы понимаете, что вы понимаете, что вы понимаете, что вы понимаете. Итак, мы представляем слово Олегу Николаевичу Брокину. И связано это с тем, что… Тут звучало несколько слов, что мы находимся противоречия с системой. Олег Николаевич, во-первых, известный ученый. Он стоял в основании развития квантовой электроники. Ну и физтехность, так считается. Но у нас очень большой друг, мы думаем, он всегда у нас работает. Правильно? Не совсем. Как не совсем? Ну, что не получается. Александр Михайлович, во-первых, я закончил физический ученый в физическом факультете в Московском университете. Вот, а работаю сейчас, я представлюсь, работаю сейчас с физическим ученым университетом. И практически сразу после окончания университета было отправлено по распределению, которое тогда было, обязательно. Обжирный диагноз лицентр, который сейчас называется, расположен в городе Снежинский. Через несколько лет я вернулся в Москву физически. Если бы поступил на работу по приглашению моего учителя Николая Николаевича Басова, ну, пускал в ряда, наверное, на один. Вот, я понял, я, как бы, больше связан с так называемой квантовой электроникой, а более конкретным от выкладывания физики возможные приложения в научных и технических проблемах. Ну, сегодня мы заслушали прекрасные доклады. Причем с разных областей физики, начиная вот от астрономики, ну, скорее всего, это больше на космология похожая была, и вот, кончая, такими, я бы сказал, ну, более земными, или нет, совсем земными, со всеми земными проблемами, которые было, о чем рассказал Олег Владимирович Руденко. Я, в отличие от предыдущих докладчиков, не собираюсь делать научного сообщения. В прошлом году было 50 лет, а так начали мы 50-летие с годовщины создания лазера в 1960 году, и, соответственно, опубликовано, чтобы спать в журнале физических наук. Она довольно такая популярная, и, я бы сказал, статья, которая может понять основы того, что такое лазер как устройство, и что такое как электрозвучение, как, так сказать, некий такой чрезвычайно интересный объект, для того, чтобы он может быть, свойства, которые могут быть использованы совершенно в различных областях науки и техники. Это первый год успех физических наук за этот. Ну, кроме того, уже в этом году, в апреле, я прочитал некую такую популярную лекцию на третьем канале телевидения, который имеет название «Академия», касательно неких проблем, связанных с импульсом, гермоидным синстезом, которые, кстати, возможно получить с помощью использования гнилозатого желчения, чрезвычайно большой мощности. Вот, я не буду сейчас, это можно достать на соответствующих сайтах и через интернет, вот, все эти вещи. Вот, я хотел коснуться совершенно другой проблемой. Вот, Анатолий Михайлович, черепащик, начальство выступления, говорил о оплаченном состоянии вот нашего образования, и, в какой-то степени, конечно, той любительной роли, которая играет в реформах образования, которая уже, по-моему, длится в течение, ну, по крайней мере, наиболее интенсивной, я думаю, что 2004-го, то есть, где-то уже 6 лет. Я в течение последних 3-х, 4-х лет я был председателем комиссии по экспертизе школьных участников по физике. Эта комиссия была сложна Российской академией науки в первом указании президента страны, в то время Путина. И вот за эти 4 года, теперь, сейчас, там, новый председатель по физике, вот эта комиссия проделала довольно большую работу, это, так сказать, постоянная, то есть, приманентная, так сказать, работа не то, что какими-то там отдельными пачками, а просто мы просматривали все учебники, которые статистически нам присылали на экспертизу. Наша задача была посмотреть научное содержание этих учебников. И у меня, конечно, за это время сложилось некое впечатление о том, какие учебники сейчас пишутся. В целом, я бы сказал, что уровень достаточно хорошего. Но, скажем, первая партия, когда мы получили около 55 учебников, это первый год у его, и вообще существование этой комиссии, мы отговорили примерно 35% учебников. По причине наличия просто прямых ошибок в этих учебниках. То есть, некоторые вещи, которые пишут, как мы видим, стали саблифицированы. Это вот третий процент, наверное, таких учебников было. Потом этот процент начал снижаться за счет того, что эти учебники после некой коррекции коричных к нам приходили. Но так средний, в общем, вот этот четвертый год, который был в прошлом году последним для меня, работают в комиссии, процент учебников, которые мы запрековали, только по научному содержанию, не с точки зрения, так сказать, педагогики, а с точки зрения научного содержания. Снижается до 25%. Вот сейчас, я думаю, примерно на таком уровне мы находимся уже постоянно. Вот что, с моей точки зрения, является вот недостатком, или, так сказать, как это выраз, не знаю, дефектом, что ли, вот, учебников современных. Мне кажется, с одной стороны, произошло усложнение подачи материала. На самом деле, ведь физика, как наука, она, наверное, я бы ее поставил на первое место среди всех других наук, потому что она лежит в основе, что существует очень многим направлением научным. Начинает, так скажем, активно, и кончает биологией. Я уже не знаю, так сказать, огромных воздействий физики вот на техниках, инженерии. В этом смысле, так сказать, ну, физика, в общем, почему она, так сказать, первая, потому что она, если уж не вдаваться в то, что сегодня Анатолий Михайлович нам говорил, так сказать, оставаться на земле, то ведь вот существует физика, которая атома открыла, атомная еда, то есть, такая первичная составляющая материи. Но дальше, конечно, все это усложнялось, все это обрастало. Естественно, наука превратила в довольно-таки широкую область с нашей исследованием, нашей окружающей нас меры, это, так сказать, природа, в которой мы живем, включая уже такие эксотические области, это, в том числе, как космологию. В этом смысле физика создает у ученика изучение физики, создает ученик, это такое целостное представление о природе, потому что многие вещи, и даже из других наук, как я уже говорил, можно объяснить, пользуясь теми законами, которые вы имеете в виду физики. То есть, в этом смысле физика является наукой мировоззренческой, то есть, она формирует мировоззрительный человек. Человек начинает понимать мир, в котором он живет, какие законы в этом мире физически существуют, как они реализуются. И это чрезвычайно важно, потому что, как только мы ослабляем, усилия по изучению таких наук, как физика, химии и прочее, вот то, что Анатолий Михайлович перечислил здесь, мне просто приятно было его слышать, я что-то поддерживаю позицию. Действительно, так сказать, эти предметы надо изучать. Если они изучаются плохо, если мы ослабили усилие изучения этих предметов, обязательно на это пустое место что-то пройдет другое. А что там будет? Ну, другое, как то, что мы называем «Женом». Разные, так сказать, фантастические представления о тех или иных явлениях и так далее. Это обязательно возникнет. И, конечно, я думаю, что это неполезно для общества. Все-таки общество образованных людей – это, мне кажется, гораздо более организованное общество и гораздо, так сказать, более готово к дальнейшему процессу. И в связи с этим, конечно, вот, мне кажется, что вот резкое снижение часов, до двух часов в неделю в школу, привлечение физики – это катастрофа, потому что нельзя за это ничего изучить. Но существует физически сейчас… Тот уровень, который сейчас дается в школе, именно из-за низкого количества времени, которое определяется, как специалисты мне объясняли, недостаточно для того, чтобы дать вот этот единственный государственный экзамен. Но нужен он, не нужен, это другой вопрос. Но даже то, что сейчас вот существуют, те вопросники, которые существуют в этих едино-государственных экзаменах, не обеспечиваются совершенно программой школьного курса изучения физики. Вот это, я не знаю, как это трудно назвать, реформой. То есть это какая-то некая такое ублуждание, что ли, потекла существует, то, что сейчас происходит. Вот, ну что, собственно, почему я пошел на это перестал? Дело в том, что примерно лет 5-6 назад организовалось некое общественное движение, инициатор был Московский авиационный институт заведующих кафедры, физики этого института, который организовал некую такую ассоциацию заведующих кафедрой физики технических вузов. Ну, мои являются техническим вузом, естественно, поэтому ориентировка была именно на технические, все технические вузы России. Это примерно у нас было в то время около, ну, между 200 и 250 членами вот этой ассоциации и ежегодно проводили конференции, такую вот, как сейчас проводят с вами, с преподавателями школ. И вот по истечении этих 5 лет, в прошлом году, мы немножко изменили эту структуру и назвали, сейчас я зачитаю точное название, создали некое общественное движение. общественное движение, которое называется так, межрегиональное общественное движение в содействии по ширине качества физического образования. Дальше в кавычках назвали физика и образование. Ну, короткий название такое, межрегиональное общественное движение, физика и образование. Вот, оно зарегистрировано в совершенно официальной организации, имеющий статус юридического лица. У него есть место, где он находится, есть сайт, есть директорная почта, правление этого общества. Я потом, когда закончу выступать, я просто на доске выпишу, и можете записать, если вы этим интересуетесь. И в двух или трех областях уже организованы региональные, вот такие, ребята, региональные, не с тем же самым названием, но не межрегиональные, а региональные общественные движения, значит, вот, в содействии по ширине качества физического образования. И, собственно, я вот здесь хочу обратиться к униторию, что вот мы заинтересованы в том, чтобы эта организация существовала как постоянное действующее общественное движение и имела бы, так сказать, как бы в своей структуре в различных регионах нашей страны такие вот независимые, самостоятельные, конечно, организации. И, так сказать, вот центральные правления, я вот изглублен председателя этого правления, центральные правления, как бы осуществлялось взаимодействие между вот этими территориальными, региональными, общественными движениями. И вот в этом смысле мне хотелось бы сказать, что если мы сами не будем спасать себя, то, конечно, спасение как чувствуется из того, что происходит спасение, само нам не приятно. То есть мы какую-то активность обязательно должны в этот образ-то приобрести. Я в течение почти 50 лет, я преподаю, читаю, я в Севастопольскому инженерно-физическому институту. То есть на моих глазах, я просто вижу просто, на моих глазах, вот за тем, все-таки, немало, конечно, 50 лет, немножко меньше, там, все-таки 8. Я просто вижу, как меняется состав студентов. Я имею в виду подготовленность. И как бы вынимать, и по физике, по другим предметам. То есть уровень, ну, оставляя желательно, я знаю, что в связи с тем, что в прошлом году, не в этом, в прошлом году практически провалим ЕГЭ, то пришлось, собственно, один в общем увеличить, для того, чтобы двоечник, количество двоечников не было таким большим, их помогло 30%. Просто не могли бы сдать ЕГЭ на минимальную, в принципе, больше в старом оценке, это двоечка. Поэтому просто добавили двоечные единицы, это было центральное указание министерства, насколько все там с ужасной, но она, конечно, не лучше, абсолютно. И просто я вот вижу, как все сложнее, сложнее студенту начинать обучаться в высшем учебном заведении. И в некоторых высших учебных заведениях, мне кажется, в институте тоже существует, значит, некие уже такие курсы создаются специально, то есть людей начинают подтягивать хотя бы для нормального школьного уровня, если нормально считать то, что мы имеем, скажем, лет 20 назад. но вот эта деградация, она началась после 91-го года. Инерция, конечно, все-таки какая-то и есть. Но сначала все-таки как-то это потихонечку, потихонечку ухудшало, сейчас, по-моему, уже эти критические точки почти нашли. и то, что сказал здесь Анатолий Михайлович, что когда-нибудь в беспохватности начнем восстановить, то восстановление тоже это очень инерционный процесс. То есть мы потратим огромное время для того, чтобы вернуться хотя бы на прежний уровень. Ну, жалко, как это говорить, я, можно сказать, с курью души все произношу, но хочу сказать, что мы должны таким способом, который предлагает нам вот эта бывшая ассоциация кафедрофизики, технических вказов, или какой-то другой способ найти, но в всяком случае общественность не должна быть равнодушна. Вот, собственно, я хотел бы закончить, а на доске сейчас мело вывешу электронные почты, телефоны и, соответственно, адрес сайта. Если кому-то это интересуется, если кто-то интересуется, то после окончания моего открытия можно пройти и выйти с этой стороны. Спасибо. Уважаемые коллеги, давайте сначала вопросы, Олег Николаевич, зададим, если есть. Пожалуйста, есть вопросы? Пожалуйста, вопросы. Олег Николаевич, вам вопросы. Я хочу спросить, почему мы создаем различных ассоциаций, объединений, все это, все это разрознено, когда у нас есть прекрасный наш орг, печатный, газеты, теперь журнал «Физика 1 сентября» и на основе все равно, как всякая ассоциация, должна иметь свой печатный орган. А у нас он уже готовый, мы вокруг него объединяемся, и, может быть, его взять за основу ассоциацией, ученым, физикам, присоединиться к этому сообществу учителей. И это будет очень большая сила. Спасибо. Нет, конечно, мы будем сейчас подумать. Пожалуйста, вопрос. Пожалуйста. По анализу учебников, вам, как представителю высшей школы, школьных учебников, какой более предпочтительным показался? Из учебников? Да. Ну, я же не могу написать, потому что там, ну, мы пропустили то, что мы отдохли за это время. Например, он было, ну, так, грубо говоря, 100-120 тысяч он пропустили. Рекомендовали. Ну, из них есть печенников, я думаю, прилично. Санжи. Ну, я же не могу вам так назвать. Скажите, что наше прошлое сфакуста. Скажите, что наше хорошее физикаментство. Да. Вот это то, что распространяло здесь вот первый день это виноват лучших учебников. Пожалуйста. Любитый, вот, на сайте Академии Российской Компании есть справочный есть ваш телефонный агрессор действующий? Правда. Вашей электронной почтой и да, есть действующий. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Вопрос. В Академии наук было состояние межпродово-физики и часа на выпуске? Нет, Министерство не... Единственное обращение в министерство было, это вот та деятельность, которая связана с комиссией по экспертиве в школьных учениях. Вот это единственное было обращение министерства, но оно возникло сзади просто прямого указания президента Путина, министра, курсом, за то, что надо такую комиссию создать. И в Академии наук, в Академии наук, наук. Вот это единственное такое... есть... Академия наук мешаться в Рождестве совещения? Нет, мешаться, конечно, она не может, но в Академии наук существует совет по... как раз совет по оборудованию. У этого совета два председателя. Виктор Анатольевич Садовнич, ректор Московского университета, где он сегодня пришел и сделал. И президент Академии наук Юрий Сергеевич Устерл. Вот два совпредседателя этого совета. Совет заседает примерно раз в полгода. Ну, я тоже являюсь членом этого совета, и я так скажу, что... В общем, мало прислушиваются к решениям этого совета или рекомендации этого сообщения. Вот это все практика. Я думаю, что такие же трудности возникнут. Возникнут и вот движение, о котором я сказал. Но, как и меньше, надо что сделать. Пожалуйста, вопрос. Я думаю, что мы, авторы, выдерживая общую концепцию, допустим, 7-9 класс, да, вот что должен ученик знать, все-таки имеется некоторое различие вот в этих линиях. То есть, допустим, разные области физики изучаются в 7-ом, 8-ом и 9-ом классе. Вот как вы к этому относитесь? Вот разные линии, они имеют разную последовательность темы. Вот как вы к этому относитесь? Да, с Богом на все инфицируют. Вот, Василий, ты стихи? Мне кажется, на взятки, вот, советская школа, которая была бы существовала, ну, прообзентаболюционная школа, конечно, полностью не копирована на благо, вот так сказать, своей структуре по систематике, потому что было еще в Старой России, вот, там все было очень систематично, то есть там от Камчатки до Ленинграда одни и те же программы, и те же учения. И это очень-то хорошо. А вот, пожалуйста, так же, я хотел бы из ваших опушек, что у нас предполагалось, что у нас такую внуку, у нас с вами не имеешь по праву, для всех. во-первых, у нас и решилась на то, что в другой дабы, чей-то, что вы говорили, либо как-то, получающаяся переговоры, а дальше при проведении дальше все еще не стоит. В общем, для этого на работе чей-то. А вот, скажите, вы с такими предложения попрощались к вам с их отславительным решением нарушения в городе или в городе или в городе что вы запросите в день в городе? Вы знаете, конкретно с таким, я думаю, что с теми предложениями, которые мы попрощались, последний документ, который я подписал примерно три месяца назад, это было обращение к сухову руководителя администрации президента. В ответ на его отславительное публичное было предъявлено что в нашей стране не хватает инженера. В ответ на этот вопрос мы дали свое предложение, но ответы оттуда пока еще тоже не хватает. Дважаемые коллеги, давайте пополадуем Олегу Николаевичу за это. Олегу Николаевичу Олегу Николаевичу делал справа как обычный. А я сделаю объявление, которое я должен сделать. Ну, объявление номер один, вы уже об этом знаете, заключается в следующем, что у вас есть сайт, учителя так сказать, сайта дебют, при этом сайте мы создали форум, вы на нем будете искать за все, что вы думаете, но лучше не критиковать, не критиковать, но это сайт работает, он будет постоянно действовать. Это первый вопрос. Второе объявление заключается в том, что сегодня у нас последнее сессонное заседание, а вот то, что мы с вами заканчиваем сегодня, принимаем это, это будет в первом корпусе, как я вам назвал, по секрету, пока не признал об этом, он будет называться Шуваловским корпусом, уже решение судьбилось, это это первый корпус, от библиотеки направлен, это аудитория В2, на этой аудитории мы понимаем то, решение, которое в нашем съезде, оно будет размножено, оно будет выдаваться, два дня работали, кто желал я, просил вас поучаствовать, мы там участвовали, вот сейчас его уже вычищают то, что есть, и тиражируют для того, чтобы там вы получили и начали смотреть, что правильно. Я понимаю, что там много вещей, которые участвуют. Значит, это В2, первый корпус на новой территории поставлен название, а по новому названию это корпус шоуровой. А после этого в этом же корпусе мы с вами с геологами соединяемся и закрываем все это, точнее, не без, но и без веков. На и после концепции я вам в программу все написал. Вопросы ко мне. Так что я вообще спрашиваю? Что? Вопрос какой? Какие проблемы? А я все веду. Сейчас сделаем. Доклады на сайте вывешиваемся. Мы сегодня никаких проблем умешиваемся. Значит, вообще, предложение доклады на сайте вывешиваемся все. Кроме того, на этом форме, который мы организовали, какие доклады, которые не просто чая, но которые наши члены, съезды, граждан, ходим, тоже вывесит. Никаких проблем. Пожалуйста, не жите ее туда иди. Да, все будет вверх. Все доклады, которые всем высказывали, можно там вывести. Форум будет постоянно действующий. Правильно? Постоянно действующий форум физического бутета, связан с лирическим образованием. Дальше, школьник учредил, выяснили, форум физического форум физического форума. Не понял? Презентации на тишину и презентации на тишину. Презентации на тишину. Презентации на тишину. Все презентации вывесит. Я ставлю доклады, я беру эту презентацию. Пожалуйста, как вопрос? Они реагируют, что они автономные сфотографированы, как бешили и люди на тишину. Проблемы у нас, так сказать, не можно, но нет такого уже в помещении нет. А мы переделаем. А мы переделаем. Да. Я просто переделаем. Да. Где у нас, так сказать, в мурокомитет, так сказать. Каким образом? Сейчас, в котором мы можем вызывать. Давайте на улице передание. Да. 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 И на фирме. И в промеже, с которым вызовем. Тут он съемку. И он съемку мы сейчас снимаем, так сказать. Если были захотели на сайт кафедры общей физики, которые выложили, там есть такая фоторая, на сверху кафедры, например, историческое областение. Пожалуйста, вопрос. Прекрасно. В резолюции съезда давайте влющим. Какие проблем? Сейчас мы не решаем вопрос, мы заключаем, у нас секция идет, так сказать, в резолюцию давайте, пожалуйста. По-моему, там уже есть. По-моему, вот этот есть. итак. К сожалению, у меня нет телефона мотора. Дай, пожалуйста. Вот. вот, замечательно. Ты можешь не можешь не помочь не помочь если не не разумал.